Добрый день! В эфире новости на телеканале Катунь-24. В студии вместе с вами Егор Матаев. В начале выпуска о главном. Две с половиной тысячи детей получат места в детсадах к концу года. Десять дошкольных учреждений появятся в Алтайском крае к этому времени. В каких городах? Устали от апрельских холодов? Когда ждать потепления? Расскажем в выпуске. За один день побывать в 23 странах. Это возможно. В техническом вузе прошел традиционный фестиваль национальных культур. Алтайский край вошел в число 16 регионов, которые выполнили майские указы президента Владимира Путина. 2012 года о повышении зарплаты бюджетника. Их зарплаты должны равняться как минимум 100 или 200 процентам от средних показателей по каждому субъекту страны. И продолжаем выпуск. Барнаульскую агломерацию планируют расширить, а сделают это за счет ближайших сельских районов. Павловского, Калманского, Косихинского и Тольменского. По мнению администрации краевой столицы, расширение границ барнаульской агломерации позволит увеличить численность населения и приблизиться к числу крупнейших агломераций России. Это повысит эффективность использования сырьевых и производственных ресурсов, объемы продукции, а также поможет привлечь дополнительные инвестиции. Население Барнаула и края в целом растет. И чем сильнее, тем острее вопрос. Хватит ли детских садов? 10 детских садов – это более 2,5 тысяч мест только до конца 2019 года. Еще 14 детсадов предполагается сдать в эксплуатацию в 2021. По данным Минобразования региона, только в Барнауле в очередях детей ясельного возраста ждут места в садик более 3,5 тысяч человек. Поэтому в Алтайском крае дополнительно реализуется программа ремонта и реконструкции существующих учреждений дошкольного образования. При строительстве новых детсадов и ремонте существующих получится к 2021 году создать не менее 8 тысяч новых мест в детсадах. В Алтайском крае в рамках национального проекта «Демография» ведется строительство детских садов. В данном случае в текущем году с 2018 до 2019 год переходящие 10 детских садов яслей строятся в Алтайском крае. В том числе в городе Барнауле – 5, 2 в городе Бийска и еще в Первомайском и Каменском районах. На эти цели из федерального бюджета выделено 1,835 млрд рублей. Здесь есть софинансирование искривого бюджета в размере 7% и также местные бюджеты. Каким образом еще увеличат количество мест для дошколят? Как осуществляется контроль за строительством детсадов в регионе? Поговорим об этом в интервью дня. Гость студии в Рио заместителя министра образования и науки Александр Филиппов. Смотрите в 17.15. Также в вечерних выпусках новостей смотрите расширенный сюжет на эту тему. Кстати, в Барнауле в ближайшие два года появится 10 новых детсадов. Их плановая мощность – почти полторы тысячи мест. Из них 640 предназначены для детей ясельного возраста. Всего на сегодняшний день в городе строится 6 детских садов. Они находятся в кварталах 2006А, 2009А, 2011-2023, поселке Власиха и по улице Попаницев 119. Пять объектов финансируются из федерального бюджета, один из бюджетов города и края. Общий объем вложений превысит 1 миллиард рублей. Как отметил глава Барнаула Сергей Дугин, на всех строительных площадках работы ведутся высокими темпами, чтобы обеспечить ввод в эксплуатацию к началу 2020 года. Новые тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов действуют в Алтайском крае с 1 января этого года, хотя решения об этом вступили в силу только 2 апреля. Изменения коснутся трех зон из семи. Платить меньше за вывоз мусора будут жители трех зон – Барнаульской, Заринской и Рубцовской. Но незначительно. Например, барнаульцы будут платить на 2,5 рубля меньше – 65,5 рублей с человека, рубцовчане – на 3 рубля меньше, а в Заринской зоне тариф снизится на 1,5 рубля. Не изменятся тарифы в двух зонах края. Одна из них – Олейская. Также в Каменской. Там платят 46,5. Все потому, что там не используют полигоны для захоронения отходов. Тем, кто переплачивал за вывоз ТКО, сделают перерасчет. И в апреле заплатят уже меньше обычного. Одной зоны мы на сегодняшний момент тариф не пересмотрели. То есть это находится на сегодняшний момент в стадии расчетов, подготовки материалов для вынесения направления и пересмотра тарифов. Это для какой зоны? Это для Славгородской зоны. Хостелы в жилых домах окажутся под запретом с 1 октября. Такой закон подписал президент Владимир Путин. Под ограничения попадают и обычные квартиры, которые сдают в аренду посуточно и по часам. Сдавать квартиры на месяц и более по-прежнему не запрещено. Депутаты Госдумы полагают, что именно краткосрочная смена постояльцев нарушает режим дома. За нарушение закона придется заплатить штраф. В Алтайском крае посуточная сдача жилья довольно развита. Предложение о посуточной и по часовой аренде жилья насчитывается несколько тысяч. При этом собственники оказывают целый комплекс гостиничных услуг. Трансфер, оформление документации, питание и уборка. Средняя стоимость аренды в Барнауле 1400 рублей. Летом она повышается, когда в краевую столицу приезжают абитуриенты из других городов и регионов для поступления в ВУЗы. Альтернативой могут стать апарткомплексы, которые не являются жилыми объектами. А значит, в них разрешено заселять временных постояльцев и развивать гостиничный сервис. А теперь приятная информация для тех, кто устал от апрельских холодов. Волна тепла придет в наш регион в конце следующей недели. По данным открытых метеоисточников, днем 24 апреля средняя температура в крае составит плюс 16 градусов. Потепление придет со стороны Казахстана. 26 апреля по югу края воздух прогреется до плюс 18 градусов. В Барнауле температура составит плюс 11, плюс 15. При этом на территории региона будет малооблачно. А вот потом волна тепла уйдет в соседнюю Новосибирскую область. Снег уже растаял. А значит, начались активные работы на дачных участках. Как раз на подходе третий выпуск нашей тематической программы «Огород в подарок». Уже сегодня, 19 апреля, в 19.15 не пропустите третий выпуск. Можно ли весной делать те работы, которые не успели осенью? К примеру, удобрять почву. Что высаживать в апреле в грунт? Как пересадить фикус? И зачем выращивать на подоконнике зелень моркови? На эти и другие вопросы ответят наши эксперты и ведущие рубрик. В третьем выпуске «Огорода в подарок» вы узнаете, как приготовить вкуснейшее варенье с морковью и курагой. А также, какими правилами и обязанностями обладает дачник, если он решил арендовать участок в садоводстве. Следует ознакомиться с правоустанавливающим документом на садовый участок, который подтверждает регистрацию правособственности арендодателя в Росреестре или заказать выписку в Росреестре в отношении данного участка, в которой можно увидеть собственника. Повтор выпуска на нашем телеканале «Катунь-24» состоится 20 апреля в 11.00, 21-го в 18.30, также 4 мая в 11.00 и 5-го в 18.30. Также программу можно посмотреть на сайте katun24.ru и в социальных сетях. Более 300 школьников в возрасте от 14 до 16 лет пополнят ряды молодежного военно-патриотического движения «Юнармия». Это юные патриоты из Олейска, Новоалтайска, Заринска, Благовещенского и Олейского районов. На плацу Олейской воинской части состоится торжественная церемония принятия в ряды юноармейцев. Школьники примут участие в историческом квесте, посетят выставку вооружения, военной техники и экипировки военнослужащих. Также дети встретятся с руководителями воинской части и ветеранами боевых действий. Юноармейские команды также примут участие в спортивной военизированной эстафете. Напомним, всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» появилось в 2016 году. Главные задачи движения – всестороннее развитие личности детей и подростков, воспитание патриотизма, повышение престижа и авторитета воинской службы, формирование у молодежи готовности к выполнению гражданского долга по защите Отечества. Единым днем юноармей считается 27 апреля. К празднованию в этом году присоединятся 135 российских моногородов. Гости из 23 стран собрались в Алтайском политехническом университете имени Пулзунова на фестивале народных культур. О каких традициях рассказывали иностранные гости – подробности у Ильи Шипулина. Более 500 иностранных студентов приехали, чтобы рассказать о традициях своих народов. Среди участников – Греция, Камерун, Китай, Палестина. У каждого своя изюминка. Например, африканские студенты привезли там-там. Это музыкальный инструмент, похожий на барабан. По словам участников фестиваля, он придает больше энергии для танцев. У нас есть много энергии в наш танец, и много ритм, и много сол. Когда мы поем, мы поем от сердца. Да, от сердца. И когда мы танцуем, мы танцуем от сердца тоже. А вот студенты из Казахстана, они показывают странный свадебный ритуал – беташар. Провести беташар может только к юше, человек, который играет на священном музыкальном инструменте – дамбре. А еще обязательно поет песню с пожеланиями счастливой жизни для невесты. Беташар – это когда первый раз приступает порог невесты и открывает ее все лицо, и все родственники жениха первый раз ее видят. В этот день гости фестиваля сумели побывать сразу в 23 странах мира и познакомиться с традициями других культур. Иностранные участники признаются – фестиваль помогает им быстрее выучить русский и завести новых друзей. Илья Шипулин, Денис Кузьменко, Новости. И в конце выпуска о спорте. Восемь лучших женских волейбольных команд края встретились на турнире в Заринске. За победу боролись девушки 14-15 лет. В Заринск приехали сборные из Бурнаула, Бийска, Камня-на-Аби, Рубцовска, Тальменки и Селановичихи. В итоге четвертое место заняла команда волейболисток из спортшколы Камня-на-Аби. Третье место – команда спортшколы номер два «Бийска». Второе место – спортивной школы Олимпийского резерва номер два «Барнаула». Победителями стала команда спорт из Заринска. Девушки будут представлять наш край на первенстве России. На этом у меня все. С вами в студии был Егор Матаев. Я желаю вам продуктивной пятницы и отличных выходных. До встречи в эфире.